Шати-шанти-рефт, а тонкий вип-кейс. Как бы офисная сумочка от неофисного производителя. Пока она, мне кажется, прикольная. Вот здесь идёт вставка из двух фиберглазовых дуг. Суть по всему, тех же самых, которые используются в рюкзаках по ширине, потому что очень похоже. Поэтому она обладает жёсткостью. Это здорово, это хорошее решение. Ручка, хоть и тонкая, и тряпичная, она не слишком тонкая, довольно мягкая. Стропа чуть рыхлая, но она большой нагрузки здесь не несёт, поэтому нормально, допустимо. Материал в основном мягкий, не шуршащий и приятный. Молния открылась слегка, размер кармана внушает, в общем. Сильно внушает. Сзади есть сразу же такая хреновина. Зачем? Это, по идее, чтобы надевать на эти сумки, тележки всякие разные. Вот когда вы катитесь к приключениям по аэропорту, вот туда можете насыпить. Лямка довольно толстая. Мне нравится, что с двух сторон она зафиксирована. Я её сейчас не буду перенастраивать, то есть никуда она не убежит. В один раз её под себя настроить, и она там останется. Похожее решение у Кемедишна, например. Это хорошо. Фурнитура пластиковая, пластик достойный. Если её не дёргать, наверное, морозы переживёт. Но если резко дёргать, там, минус 60, извините, нет. Не для того. Есть ещё вот такой полусекретный карман. И он прям още. Судя по всему, это даже основной карман. Во, вообще так, блин, круто. Это вход вовнутрь, чтобы не рыться. Это прям очень правильная сумка. Опа. И вот тут отделение под ноут. Все остальные дела. Сейчас мы доберёмся классическим путём. Хорошая сумка. Я бы уже, как студент, надобрил бы такую. Да, здесь нет липучек. Здесь кнопки. Фурнитура, в смысле. Фастексы, да. То есть можно сюда что-то ещё наложить. Открываем. Изнутри не видно карманов. Видно, что, по идее, должна быть какая-то где-то заглушечка. Для зацепления. Но я пока не вижу, где. Может, я по-прежнему найду что-то? А, вот она, вот. Слушай. Ну, вообще, блин, смотри. Чтобы она по земле не бултыхалась. Круто. Тут у нас органайзер внезапно. Причём органайзер очень достойный. Тут толстая тряпка с пропиткой. Основной материал. Кармашки очень даже немаленькие. Это прям очень правильная офисная сумка. Ключи. Деньги, ключи, телефон, документы. Паспорта. Вот эта маленькая недокармашка. Недоразумение. Круто. Фурнитура и как раз. Основная молния очень толстая. И смотрите, она позволяет сумке открыться практически до конца. Но здесь у нас есть жабры, чтобы ничего не убежало. И сумка становится вообще-то большой. Прямо скажем. Ещё одно отделение. Тоже не очень маленькое. Липучка. Зацените, как сделана. Приёмная сторона овальная. Эта сторона овальная. Но они находятся в разных плоскостях. Поэтому можно так. А можно немножко вот так вот. Интересно. Значит, эта сторона задняя с пенкой. Передняя без пенки. Низ с пенкой. Но спереди много материала. Поэтому это не проблема. Убираем 15-дюймовый классичный макбук. Он влез как родной просто. Видишь, смотрите. Перекидываем через него петельку. И она фиксируется. Ну, на самом деле, не самое удобное. Вот это решение. Было бы удобней, если бы она шла повыше. Но тогда неудобно было бы залазить через карман. Поэтому нормально. Можно так вообще не делать. И, в общем-то, ничего не потеряется. Закрывается также легко. Блин, ну чё? Мне очень нравится, кстати. То, что снизу. Защёлки. Это, конечно, удобнее было бы липушку, чтобы быстро закрыть. Но так надёжнее держится. Точно не откроется. Несмотря на вес, там нагрузки, рывки. Нагружен в виде. На самом деле, чуть аморфный. И с этим, похоже, уже ничего не поделаешь. Это расплата за то, что она удобная, вместительная, мягкая. И не слишком много весит сама по себе. Конечно, это не корженый чемодан какой-нибудь. Но, как по мне, очень и очень достойное решение от хорошего производителя. С хорошей фурнитурой. Вот эта штука прослужит, я думаю, вам долгие годы, если не рвать её как-то специально.